Девушки отдыхают А вот телефон прямого эфира Плюс 7495-730-101 И сегодня у нас в гостях Авиэксперт Вадим Лукашевич Наш большой друг Вадим, доброе утро Здравствуйте Да, Вадим, ну наш-то Нам с вами не даст заскучать Чемпион безрукости Рекордсмен обещаний И батутных дел Мастер Рогозин отметился Обещанием покорить И заселить Луну В 2036 году Я понимаю, что он использует методику Изобретенную Соловьевым В книжке приключений Хаджина Средина Про либо Ишак умрет, либо Раджа умрет Либо я умру, потому что в 2036 году Либо Ишак Ну, нет, в варианте с Раджой Мне больше нравится Но, тем не менее, а вот чисто теоретически Вот, допустим, завтра Путин бросил завоевывать Сердца сирийских граждан Перестал тратить деньги на господина Кадырова и Крым И все отпустил в космонавтику Чисто теоретически Ну, хоть какой-нибудь шанс Есть к 1936 году Канонизировать Луну, как нам обещал Рогозин Вот просто, вот чисто теоретически Не, ну, к 1936, с моей точки зрения, конечно, нет Да, потому что Вот эти темпы, о которых мы говорим Это для нормальной экономики Это для нормальной промышленности Для нормальной науки Для нормальной технологии То есть то, что мы потеряли Поэтому, даже если мы, кстати, возьмемся всерьез за эту проблему То будет определенная Существенная сдвижка по времени Вот смотрите У нас сейчас, ну, считаем Начало 2019 года Вот в одном из публикаций было сказано Что создание сверхтяжелой ракеты Без которой Луна совершенно бессмысленна О ней может только мечтать Она сопоставима по своей сложности С программой «Энергия Буран» Вот «Энергия Буран» начиналась На концептуальном уровне в 1975 году Правительственное постановление А мы сейчас находимся как раз Именно на концептуальном уровне Правительственное постановление Вышло в феврале 1976 года И, соответственно, первый полет Сверхтяжелой ракеты состоялся в мае 1987 года То есть через 11 лет А «Буран» полетел в первый полет В конце 1988 года То есть вот Да, и на это было потрачено Примерно там 16, ну не полных 17 миллиардов долларов Вот потому Чех долларов? Долларов, да По тому липовому курсу Когда мы там за один доллар Давали там 60 или 70 копеек Вот На сегодняшний день То есть вот даже если Экстраполировать вот то состояние Надо понимать, что в общем Это порядка 12, 13, 14 лет Нужно для того, чтобы вот С момента постановления Когда будет принято решение правительства Когда будет отмобилизована вся отрасль Когда на это пойдет Минфин, Минплан То есть всех нагнут И тогда вся экономика страны будет Как единое целое Работать на эту программу То вот с этого момента пройдет Ну вот по советским меркам По тем мощностям По плановой экономике По той научной схеме Да, без попила и коррупции И без этих криков рабочих С восточного Путин, помоги Мы хотим работать То вот на все на это будет Где-то примерно там 11, 12, 13 лет Для России С ее нынешней ситуацией Мы даже не будем говорить о том Что тут есть моральный аспект А уместна ли вообще лунная программа В стране, где 22 миллиона человек Живет за чертой бедности То есть просто нищая Где у нас говорят о том Что вот сейчас пенсию подняли на 5 лет А вообще как бы вообще на пенсию не найдетесь Да, вот сами себя обеспечить Когда заявляют, что вам На социальные вещи там Люди хотят детский садик Вас никто рожать не заставлял То есть вот в этой ситуации Да, при развале экономики Промышленности Технологий При, допустим Утрате электронной отрасли При наших этих потугах Такое импортозамещение в кавычках Вот на все это С моей точки зрения Уйдет где-то лет 25 То есть вот не 15, а 25 Вот, соответственно Это если Это если такая политическая воля будет Это если будет принята государственная воля Государев указ Если, знаете, отмобилизуются Все остатки промышленности Если вместо Сатирогозина будет Образно говоря Дмитрий Федорович Устинов Там, да Или, знаете, Афанасьев Министр общего состроения В советское время Волю хотя бы Борисов Ну или хотя бы Борисов, да То есть люди, которые понимают Что вообще это такое То есть будут специалисты Которых сейчас, в общем-то Ну, практически там Вот как пальцев на руке То есть вот это все Где-то будет примерно 25 лет Вот 19 плюс 25 Сколько у нас получается? Оба задумались, да? 39-44 Я об этом и говорю, да То есть это не 35-й, не 36-й год И еще десятка набрасывает При этом мы должны понимать, что Вот я сейчас говорю Абстрагируясь от того Что это за лунная программа Какие там планы Насколько она рациональна Сколько она нам нужна С точки зрения Как бы вот Ну то есть чисто теоретически Да, чисто теоретически Влететь Году к 44-му, наверное Возможно Да, да, да При удачном стечении обстоятельств Когда люди подойдут К этому с умом Да, ведь еще момент Какой важный Смотрите Ведь программу Буран Реализовывал СССР Вот с этой гигантской Кооперацией И с полноправным Задействованием Всех союзных республик Ну, например И СЭВА И СЭВА Ну, СЭВА по стоку-поскоку Но вот всякая По материалам точно Ну, всякая операция Вот по энергии Допустим Первая ступень Ракетносителя энергии Да, сверхтяжелой ракеты нашей Успешно летавшей Это Днепропетровск Вот НПО Южное Соответственно Система управления Это Хартрон, Харьков А вот, допустим Там стояли Вторая ступень Она использовала водород Впервые, в общем-то В таких масштабах Для нашей промышленности Для нашей экономики И отрасли Так вот Его производил черчик То есть черчик Причем Это было производство В качестве Его производила Минсельхоз Как побочный продукт При производстве Удобрений для сельского хозяйства Ну, вот если вот сейчас Мы полностью потеряли Допустим Водородную отрасль Вот в принципе потеряли То есть если Энергия в одном запуске Там используют порядка 20-30-40 тонн Жидкого водорода Но так как он испаряется То значит На каждый запуск Нужно около 100 тонн Да А мы хотели пускать Там ну не меньше Двух пусков в год То вот сейчас Вся российская промышленность Производит Примерно там 3-4-5 тонн Жидкого водорода На всю страну Понимаете Это такие Лабораторные условия Для каких-то там Испытаний И прочее То есть получается Что для того Чтобы вообще Реализовать Такие масштабные проекты Как Ну даже не покорение Луны Например Восстановление программы Возвращаемой Космонавтике Буран Мы Настолько глубоко Должны Модернизировать Конечно Что вообще Об этом Серьез Говорит Сейчас Никита Ну вот Новая Индустриализация Смотрите Да Мы говорим о том Что допустим Вот у нас есть На самом деле Ее нету Но вот Ангара Да Которая реально По сути Еще нет Ракета В общем-то Еще не летает Да Потому что По сути Мы произвели Всего один запуск Ангары А5 И Там Несколько лет назад И в этом первом запуске Характеристики ракеты Не подтверждены То есть Для того Чтобы ее Сказать Что она у нас Реально есть Нужно проводить серийно Нужно еще там Три-четыре запуска И в каждом запуске Она может улететь За бугор И это отодвигает Там на какие-то Три-четыре года Все ее принятие В эксплуатацию И прочее Это при условии Она не взорвется На стартовом комплексе Не дай бог Это как бы вообще хана У нас сейчас Единственный стартовый комплекс Единственный стартовый стол Ангары в Плесецке Ну так вот Мы говорим То что она у нас Якобы есть И дальнейшие планы Это значит Увеличение грузоподъемности Путем третьей ступени На жидком водороде Вот вопрос А где он будет Производиться Жидкий водород Там нужны Достаточно Несколько десятков тонн На один запуск Учетом там Захолаживания Там потери Транспортировки Потому что И у нас нет Производства Жидкого водорода Вот в таких объемах Потому что допустим И вообще у нас там Масса проблем Мощный кислородно-азотный завод Он остался на Байконуре И он сейчас В непонятном каком состоянии Мы потеряли очень много Не наш получается Не ну он даже если наш То все равно Подождите Байконур не в России находится Байконур не в России Мы его арендуем И у нас проблемы С той страной Где он находится Периодически возникающие Ну они периодически разрешаются Да Поэтому мы и говорим о том Что вот у нас есть Мы увидели уже Мы увидели как у нас Аренда Севастополя Периодически разрешалась И чем это все кончилось Вот Не ну с Казахстаном пока Слава богу Ужив Назарбаев Я думаю проблем не будет Но в любой ситуации В любой стране С такого Рода властью Да Когда власть очень сильно Пессонифицирована На каком-то одном человеке То смена лидера Это может быть смена всего И политики И союзники Вообще всего Поэтому у нас в общем-то Мы не с Казахстаном Дружим как таковым Мы с Назарбаевым И его кланом Дружим Поэтому там любая смена И в общем-то Отчасти-то и возникает вопрос По Восточному Но Восточный Вот у нас там всего один старт Там опять очередная критическая Да У нас там всего один стартовый стол Да Как он строился Мы соответственно помним И там постоянно возникают Эти вот критические недоделки Кстати вот В эту субботу В Тушинском зале В Тушинском зале Была интересная встреча Ветеранов Посвященных 30-летию полета Бурана И там выступал Один генерал Который отвечал От военных строителей Который отвечал За строительство Наземной инфраструктуры И он проводил такой пример Что вот когда Министр Олег Бакланов Подходит ему и говорит Слушай Вот там в цехах Очень тяжелое Значит дышать нечем Люди работают По 8 часов падают А я их пытаюсь заставить Работать 12 часов Вот нужен хороший Холодильный Агрегат Который бы смог Вот эти вот Большие монтажные Соперательные корпусы Значит Понизить температуру И тот ему говорит Что у нас вот по СНИПам На такой объект 24 месяца А Бакланов говорит А надо сделать за 2 И они делают за 2 И главное Два критерия Сроки и качества И оно выполняется А что происходит На восточном Мы видим А пропо Такой вопрос Чтобы слушатели поняли Вот смотрите Вот у нас была программа Буран Она к сожалению Не стрельнула полностью Ну по геополитическим причинам Если так можно выразиться У американцев была программа Шаттл Которая Ну стрельнула Они долго на нем летали Да у них там было 2-3 Ну 30 лет летали Там 135 полетов Да 30 лет летали Что все таки Более совершенная схема Буран или шаттл Но они похожи ведь По крайней мере в ней Вы знаете Вот должна сейчас Выйти моя статья Наконец-то Очень большая статья Как раз отвечаю на эти вопросы Да вот Что лучше Да кто что у кого содрал В чем наши преимущества На самом деле скажу так Вот мы шли с опозданием Да мы создавали Буран В ответ на шаттл Зная какой шаттл И мы старались сделать лучше Поэтому мы сделали дольше Мы делали дольше Мы делали дороже Но отчасти мы видели их ошибки В итоге у нас получилось лучше У нас получилось лучше Но система оказалась настолько Сложна и дорога Что в общем-то СССР бы ее эксплуатировал И дальше А Россия она осталась не по зубам Это тоже кстати показатель Американцам честно говоря Тоже она оказалась не по зубам Там другие Другая история Об этом можно говорить Отдельная передача Я что хочу сейчас сказать Что вот обратите внимание Мы говорим Что лунная программа Да сегодняшняя для России Это сопоставимо По затратам По сложности С программой Энергия Буран Так вот Россия Буран не потянула СССР вот его сделал Провел первый полет И готовый Передал России Да То есть это Френд френд Туракса Космотворного Байконур Монтажно-испытательные корпусы Ракеты-носителя Бурана Посадочный комплекс Вся технология Заводы Кооперация Все Передал России И Россия не смогла То есть мы не то что Буран не можем создать Мы даже не смогли взять Готовы эксплуатировать А сейчас мы говорим Что мы вот сейчас Возьмем новый некий проект Сопоставим по сложности И сделаем Но в общем-то Вот здесь еще нужно Мы с вами пока говорим Чисто теоретически Да Ведь можно поговорить Вообще о самой Лунной программе То есть нужна ли она нам Да Допустим у нас сейчас есть все Деньги, кадры Технологии Производство Вот нужна ли она нам И вообще зачем нам Нужна Луна Мы начали с вами с того Что Это Рогозин Да На самом-то деле Здесь Вот Рогозин-то Постоку-посколько Ни при чем Здесь Рогозин Только в качестве курьеза Что вот Мы Полетим на Луну Проверим Если там Были ли там Американцы Да То есть это как бы Очередная вот такая Вот реплика Она уже стала Фактически мемом Потому что Ну вот просто Откровенно стебется Да Что А ты не хочешь Полететь на Марс Вот там сейчас Марсоход Один ездит Другой замолчал А этот Сейчас значит Приземлю Ты не хочешь Там проверить Да А не хочешь ли ты Стоять вот Слетать там В сторону Плутона И сфотографировать его Чтобы доказать Что допустим Вот этот американцы Когда фотографировались Несколько лет назад Там год назад Что это не фотошоп Да И так далее Поэтому Вот В нашей ситуации Такие вещи Заявлять глупо А главе Роскосмоса То есть Как бы Солидной фирмы Да Возглавляющейся Как бы отрасль Сомневаться В высадке Американцев на Луну Это просто Недопустимо Потому что Они Они же не сомневаются В высадке В полете Гагарина Правильно Поэтому Это просто глупо То есть Вот человек Просто подставляется Ну это в общем Его беда Я хочу сейчас Сказать о другом Что Вот лунная программа Она родила Вот наша Отечественная Она ведь родилась Не сегодня Да Мы в свое время У нас есть некий Комплекс Луны Такой комплекс Неполноценности Потому что Американцы На лунной программе Сделали СССР Сделали очень Показательно По всему миру Доказав Что они Передовая держава И научная И технологическая И так далее И финансовая И производственная Вот Они на этом деле Успокоились Вотнули флаг Привезли там 400 килограмм Лунного грунта И на этом все закончилось Вот А мы же с ними Реально состязались Но мы не успели В силу нашей Неразберихи А на сколько лет Мы не успели А вот смотрите Если бы американцы Не полетели То вот когда бы Полетели мы Это вопрос Кстати мы могли Не полететь Ведь американцы Полетели потому что Были мы Да То есть потому что мы Им нужно было Нас сделать Сломать Доказать что они Круч Потому что Королев Ну вернее Королев С Глушко Глобально Американцев Капитально сделали Когда Гагарин Первый полетел Да там разница Не в года А там полгода Была разница И когда Ведь если мы говорим Об этом То есть когда американцы В 61 году Речи Джона Геннеди Сказали что до конца Этого десятилетия Мы значит высадим Американца на Луну И вернем его обратно Вот И они начали работу Мы в начале Не очень то серьезно Все это дело восприняли Ну мы же крутые Но о чем мы говорим У нас все рекорды У нас вообще все На тот момент было в космосе А они о чем говорят Вот А они начали С этой тихой сапа Они привлекли Вернера Фон Брауна Весь его опыт То есть они собрали Все что у них было Ну а они реально богаче Вот И они начали эту работу Значит Королев Вот видя Да вот это вот Американские воползновения Он начал работать Он предложил Свой проект Н1 Вот Он был совершенно Никому не интересен Тогда он Вот эту нашу Лунную ракету Предложил Министерству обороны У нас же в общем то Все дело С подачей военных То есть это такой Был интересный проект Что Н1 наука один Но тем не менее Военным Он сказал что Вот есть одна ракета Мы в одном запуске Мы уничтожаем вот Всю Америку Да Это вот мечта Сегодняшних наших Военных В руководство страны Одним пуском Все От Америки Ничего не остается Военные подумали Репа почесали Сказали Ну хорошо Дали какие-то деньги Он соответственно Завязал этот проект Потом выяснилось Что Грузоподъемности не хватает Пришлось добавлять Там двигатели Пришлось это все Перевязывать И в конце концов Маломальски Нормальная работа Вот они начали работать С 61-го года Мы с 64-го То есть мы на старте Опоздали уже соответственно На На три года На три года А потом возникла проблема С двигателями Да Проблема с технологиями Ракета Наша ракета была хуже Конструктивно Хуже двигателя Глушко отказался Делать двигатели Пришлось давать двигатели Делать авиационному КБ Кузнецова Тот никогда ракетными двигателями Не занимался Это целая история То есть мы опоздали существенно Американцы в 68-м году Полетели к Луне В 69-м Они высадились И фактически В 71-м 72-м годах Они уже закончили Вот это вот Всю эту свою программу Мы только В начале С 70-х Начали пускать Нашу ракету Четыре пуска Четыре неудачных Вот если говорить о том Что мы бы Вот эту программу продолжали Да То Успешным мог бы быть Только пятый пуск А это примерно Семьдесят четвертый Семьдесят пятый год Но в 75-м году Это только пуск самой ракеты Да Это только пуск самой ракеты На тот момент Конечно параллельно Отрабатывались двигатели Параллельно Готовились космонавты Все это было Но если бы все случилось То мы бы только Вот в сторону Луны Могли послать человека Где-то Наверное Вот в первой половине Семьдесятых годов А высадить человека Ну реально где-то Семьдесят пятый Семьдесят шестой То есть вот так То есть мы опоздали К этому моменту Мы уже глобально Опоздали То есть мы опоздали Где-то на пять-шесть лет Если бы мы Вот эту вот программу Умер Королев Который Ну Королев умер В шестьдесят шестом году Да Да И таким образом Мы еще огромное количество Лет потеряли Потому что человека Уровня Королева У нас не было И дальше получилось так Что политическая задача Это исчезла То есть была лунная гонка Да Какая разница Ты придешь там Вторым Или там десятым Ты не пришел первым Но самое интересное Что когда Валентин Глушко Пришел на место Королева Вот по этой программе Энергия Вот у него была Он пришел Это как раз С лунной программы Не с Бураном Буран был навязан сверху Правительством Устиновым Там военными Он пришел Как раз взять Колоссальный реванш За лунную программу Он пришел С комплексной программой Развития советской космонавтики Где на первом месте Было создание Сверхтяжелой ракеты Для Луны Если американцы Приехали там Воткнули флаг Поездили на своем Луноходе Собрали грунт И улетели То Глушко Собирался вернуться На Луну Построив там город Соответственно КБ Бармина Стало создавать Проект лунной базы Закопанный в грунт То есть там Колоссальные сооружения Примерно то Что сейчас Нам декларируют Рогозин Потому что они Видимо нового Ничего продумать не могут Они копают архивы Ну сейчас мы дойдем До Рогозина То есть вот этот проект Получил название Барминград Это был уникальный Проект Да вот даже до сих пор Когда смотришь Там есть Обалденные вещи Ну например Там луноходы Должны были ездить По Луне Да атмосферы На Луне нет Представляете Так вот луноходы Должны ездить На двигателе Внутреннего сгорания И это Были созданы А образцы Они были испытаны Двигатели Внутреннего сгорания Все такое Вот Но соответственно Круто Да но он работает Соответственно он везет С собой везет воздух Иначе Ну он фактически Работает на топливо Допустим на перекись Да которая разлагается Ведь что такое Да и дает и кислород И да 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 Мы же привыкли Что двигатель Внутреннего сгорания Это значит у машины топливо Да А из атмосферы Мы берем воздух Там это все Топливо-воздушная смесь Зарывается Поршень пошел Ведь не важно Какая у тебя Рабочее тело Под поршнем Правильно Но сам по себе Двигатель У него сгорание Вот это представляете Для вакуума И мы это сделали тогда То есть были шикарные наработки Но потом Глушко сломали Кстати Устинов заставил его делать Наш шаттл Да Буран И ракету А Устинов собирался с него бомбить Шаттл Я так понимаю Ну в том числе Да То есть там Ведь шаттл вообще Буран создавался Чисто как военный То есть мы Они создавали Американцы Универсальное средство ведения И для военных И для гражданских нагрузок А мы создавали Военно-стратегическую систему Да Вот как допустим У нас есть Сатана Или я знаю Еще какие-то Вот бомбардировщик Там Ту-160 Мы создавали примерно Вот такую вот систему Которая должна была решать В космосе Военные задачи В первую очередь Именно поэтому Наш Буран Скажем так Он более живучий Да Он более устойчив В космосе С военной точки зрения У него примерно Там с пятого Седьмого полета На борту Должен был стоять Бортовой комплекс обороны С ракетами Космос Космос То есть он как бомбардировщик Понимаете Он мог отстреливаться Там от врага И так То есть у шаттла Таких задач не было Вот Это просто Транс Грузовик А у нас Это все было Посерьезно Вот А Но Глушко Создавая ракету Постоянно думал О лунной базе И был шикарный проект И он Вот существовал И он постоянно Дорабатывался Актуализировался И вот с тех пор В РКК энергии Тогда это была НПО энергия Постоянно ведутся Работы По совершенствованию Этого проекта Вот этого Нашего лунного поселения Он у них есть всегда То есть в любой момент Можно прийти И сейчас И пять лет назад В свое время Наверное лет пять назад Когда я был В кабинете у президента РКК энергии И так далее Виталия Лопоты Он меня отвел В свою комнату отдыха И очень доверительно Достал из стадии И показал Вот эти вот слайды Этого проекта Как я понимаю Он не мне одному показывал В таком приватном порядке Там порядка 60-80 плакатов И вот это все расписано Весь этот полигон Как мы там садимся Как мы там закапываемся Как мы там ищем Какие-то ископаемые Как мы там живем В общем Вот наука Это все Это тот самый Этот проект Он есть Просто сейчас Его опять подняли Может быть Немножко подновили Проблема сейчас Ведь в том Что вот энергии Это ракеты уже нет А то что мы сейчас Лепим под видом Сверхтяжелой Ну это технически Как бы Это от нищеты Понимаете То есть У кого-то Что-то серьезное Бентли А у нас велосипед Ну тоже можно ездить Понимаете Только Бентли Уехал и все А мы вот тут Догоняемся Вот Так как у нас осталось Полторы минуты До нашего перерыва У меня вот какой вопрос Смотрите Ну Маск все время говорит Что скоро-скоро Он отвезет Людей на Луну А у него Это ситуация Отличается Или это тоже Такое же прожектерство Как у наших Не ну у Маска Маск сможет Здесь У Маска Отличается все Маск сам создал Новый космический Новый носитель Да Фалкон 9 Допустим Тяжелого класса У нас тяжелого класса Пока протона Уже фактически нет Отлетает Вот эти 10 экземпляров Которые в следующем году Нам обещают И все А Ангары В общем-то еще нет У него есть уже Свой Фалкон 9 Дальше Он создал сверхтяжелую Ракету Фалкон Хэви У нас ее просто нет Да Ну и так далее А у нас ее и не было Сверхтяжелой ракеты Нет У нас была энергия Но мы ее Суть потеряли фактически Да А новую надо создавать А теперь нет И у нас от всей Вот этой ракеты Остался только двигатель РД-170 Кстати К модификации РД-171 Которые сейчас Можно в общем Форсировать еще больше Ну и все Все остальное Надо создавать заново Мы продолжим Не переключайтесь Вадим Лукашевич В студии Серебряного дождя Это мужские игры С Никитой Небылицким Оставайтесь с нами Мы скоро продолжим Мужские игры Мужские игры Никит Небылицкий Дарья Гордеев Вадим Лукашевич У нас эксперт по космосу И у меня вот какой вопрос Вадим Ну хорошо Окей У нас нет Сейчас сверхтяжелой ракеты Мы ее пока не сделали Но Слушайте У вояк же есть Что-то Чем они там Кузькину мать Собираются везти В Америку Чтобы ее Забомбить Почему нельзя На основе наших Военных ракет Что-то сделать Они-то сверхтяжелые Или нет Нет-нет Они как раз Вообще не сверхтяжелые Вот Они даже Не среднего класса Ну может быть Только вот К среднему классу Можно отнести Самые тяжелые Там модификации А Это средний класс И легкий класс Кстати Луна нужно Даже не тяжелый Луна нужно Сверхтяжелый носитель То есть Это грузоподъемность Там больше 50 тонн Для того чтобы Просто в сторону Луны полететь Прилично А для того чтобы Что-то строить На орбите Или на поверхности Тут нужно Сверхтяжелые Ракеты С массой С полезной Нагрузкой Где-то нам Ну под сотню тонн А лучше конечно Больше И мы Во времена То есть Чтобы было понятно Американский Сатурн Пятый Который Высадил Человека на Луну Имел грузоподъемность На низкой орбите 139 тонн Соответственно Наш Н1 Ну там порядка 100 тонн Ну там С очень небольшим запасом В итоге Американцев Летело 3 человека Один оставался На лунной орбите Два высаживалась У нас летело Два Один оставался Один высаживался Это уже Достаточно опасно Да Потому что С одним что случится Им другое уже не поможет Все было на таких Извините Соплях Без запаса Там достаточно Было рискованно А Falcon Heavy Сколько грузоподъемности имеет? Ну там около 50 40, 50 У Heavy? У Heavy, да А у Falcon 9? Ну у 9 там Порядка 15-16 Так вот тоже плюс-минус То есть у Mars пока ракеты для Луны нету Ну он Фалкон Heavy Он и есть таковой То есть это сборка из трех первых блоков Соответственно Falcon 10 Так вот возвращаясь к энергии Значит энергия у нас выводила На низкую орбиту порядка 105 тонн Это было уже вполне достаточно Для лунной экспедиции Вот и у нас вот что самое Печальное, да У нас на базе ракетности энергии Был проект Vulcan Это 175 тонн на низкой орбите Это была бы самая Грузоподъемная ракета в истории И она создавалась Под марсианскую пилотируемую экспедицию То есть вот если бы То есть прошел стадию эскизного проекта Если бы мы Этот проект не закрыли Ну там много если бы Если бы СССР не распался И так далее То по планам мы Мы делали американцев красиво Мы где-то уже в 90-е годы Уже бы отправили человека В сторону Марса Может быть без высадки на поверхность Но уж Фобос Деймос там Это было уже наше Сейчас вот Крым наш А был бы Марс наш Вот Поэтому то что происходит вот сейчас С моей точки зрения Даже тот проект Вот сверхтяжелой ракеты российской Который сейчас рисуется С моей точки зрения Это не то чтобы несостоятельно Но это очень неэффективно Это очень по-детски Потому что мы Из маленьких кубиков Пытаемся собрать что-то очень большое Это неправильно Тут уже работают Технические законы То есть все сверхтяжелые ракеты Для того чтобы они выводили Достаточно нагрузки Не должны быть оптимальны По своей конструкции Именно поэтому они строятся На очень больших блоках Ну допустим Американских Сатурн 5 Это порядка там Десяти метров диаметр Вот с этой Первой-второй ступени Соответственно Н1 Она вообще была Она в виде морковки такой У нее основания было еще больше Соответственно Ракетно-носитель энергии Наша Центральный блок Это 8 метров Сейчас китайцы создают Сверхтяжелую ракету Там около 10 метров Соответственно Американские Вот этот вот СЛС Которые они создают Сверхтяжелую ракету То же самое Вот И только мы опять Пытаемся собрать Сверхтяжелую ракету Из этих вот блоков Которые значит там Чуть больше 4 метров То есть Ну это просто Несерьезно Это опять же Вот от нашей нищеты Да То есть мы Космодром сделали На Садь Восточном Да А производство ракет Это в европейской части Там в Омске И так далее И все это 8 туда По железной дороге А вот эти вот 4 там С небольшим метром Это максимальный Негабарит Который можно Перезти по железной дороге При полной остановке Встречного движения То есть мы Ах вот там Почему так То есть вот Это с этим связано Да Довести невозможно Вот диаметр А зачем мы Восточный Строили там Где мы его построили Почему нельзя было В нормальном месте построить Почему нельзя было Возле Восточного Построить завод Вот Ну чтобы вот эти проблемы Вот это очень правильно Потому что в свое время То есть вот Люди которые Вы там понимаете Допустим там Владимир Евгеньевич Геудилин Который пускал Буран Командир боевого расчета Или кстати Бывший министр Бакланов Олег Дмитриевич Который до сих пор жив Слава богу Вот Они мне сказали Что мы вообще не понимаем Почему он построен был там Да Потому что Вот если его допустим Строить на другой стороне Сихотолине На побережье Ну допустим Советской гавани Это второй район Который рассматривался Подсредственного космодрома Тогда можно привезти на корабле Тогда можно было задействовать Все мощности Комсомольска на Амуре А там есть авиационный завод Там есть завод Ленинского комсомола Который делал На подводной лодке И сплавлять Вот эти крупногабаритные блоки По Амуру До Николаева А дальше соответственно В Советскую гавань По Татарскому проливу Можно было задействовать Все Приморье Владивосток Находку В Владивостоке очень мощные Судоремонтные заводы И так далее То есть можно было Заодно между прочим Еще перезапустить экономику Дальнего Востока Естественно Потому что они не догружены Сейчас Да Вот если Когда я В Комсомольске на Амуре Жил и работал То на авиационном заводе Было там 48 тысяч человек Работающих только Да С членами семей Больше ста И завод Ленинского комсомола Делавшийся Атомные торпедно-подводные лодки Аналогично Там было около 40 А весь город был 240 тысяч А сейчас там Дай бог Полторы сотни наберется То есть У нас сильно Не догружены Производственные мощности Более того У нас вообще Дальний Восток ориентирован Больше на Японию Китай На местную торговлю Чем вот На нашу Европейскую территорию Вот Поэтому Можно было сделать так Но почему-то Вот решили Да Что вот значит Ну как почему-то Обосновали тем Что в советской гавани Повышенная сейсмичность А то что допустим В Японии Если как космодромов Там вообще Трясет регулярно И с этим трясением И цунами В смысле В Японии А в Японии есть космодромы? Конечно Ну извините У нас сейчас Вот данный момент Вот сейчас буквально Японский зонд Высаживается На астероид Хаябусу Да То есть когда мы говорим Что вот состояние Русского У японцев есть своя Космическая программа Да не то слово У них есть Соответственно Во-первых У них есть свой модуль В составе Международной космической станции Во-вторых У них Мою национальную гордость Разрушили Вот У них есть свой носитель Она случилась Н2 То есть они долго-долго думали В конце концов Они сделали Там тоже водородный Водород используется И они вот Уже слетали К одной Хаябусе У них не получилось Сать вернуться Они вернулись Там были масса Технических проблем В общем они вместо того Чтобы привезти грунт с астероида Они привезли там какие-то Ну буквально крохи Да Они это дело повторяли И вот сейчас Наконец У них снова Новый зонд Идет Хаябуса-2 Идет к другому астероиду Уже подлетел Там летает Уже сбросил посадочные Аппараты И эти аппараты Передали панораму Первую панораму С поверхности Сатья Астероида Там Шикарно Вот как идет Солнце В сходе Обалденно С хорошим разрешением Эти панорамы И вот они выбирали Это место посадки И вот сейчас Значит там Должен уже Пуститься в другой зон Взять пробость Грунта И потом их вернуть На землю Вот она Япония Казалось бы Она вообще Сама по себе Если Европа Она все-таки Европейские страны Совместно Объединено Европейское космическое агентство То Япония Вот как бы Тихо и сапается Страна восходящего солнца Она это дело делает Но мы вернемся к космодромам Опять же У Китая сейчас Новый космодром Строит именно подлунную программу Там тоже сейсмичность То есть их это не смутило Да А вот у нас Видели там сейсмичность Она гораздо ниже Чем в Японии Но тем не менее Мы построили Соответственно Вот там Где мы построили Восточный Ну построили Я бы это не называл То что произошло Мы строим В процессе Ну построили Да То есть два пуска Было Как бы там ни было Говорят вроде три Только один не получился Тот факт Что Все производственные мощности Дальнего Востока Оказались отрезаны И получается Что мы космодром Это такая удаленная Точка пуска Фактически А все производство Ракет Оно сосредоточено По прежнему В европейской части Да То есть Ангара Будет делаться Кстати в Омске А соответственно Союзы Это Самара Как было Так и есть И мы это все Тащим по Транссибу Перекрывая движение В общем цирк Да В то же время В то же время Как Китай Делают У них космодром На берегу моря Соответственно Там же на месте Сборочный завод У нас кстати Когда была Вот эта вот Программа Н1 Сборочный завод Был на Байконуре Соответственно Значительная часть Сборка Энергии Тоже она была На Байконуре Туда доставляли Поблочно А там это все Собирали Дальше В Америке Шаттл И вообще Мыс Канаверал То же самое То есть По Миссисипи Сплавляли То есть по Миссисипи И соответственно По океану Сплавляли на баржах Большие эти Блоки Большого диаметра И собирали Вот так это делается Понимаете А Маск как возят Маск на чем возят Сколько у него диаметра Он же запускает С того же Стартового стола Взяв его в аренду Фактически Ну там почти наверное Даром Небольшая аренда Взяв его у нас То есть вот Есть некая Отлаженная схема Которая позволяет Строить большие ракеты То есть Либо ты сделаешь Завод на месте У нас это была Такая возможность Использовать мощности Дальнего Востока Дальнего Востока И Приморья Либо Таскать Ну таскать Такие Большие Нагрузки Можно только Морским путем Но опять же В Советском Союзе Был и такой опыт Что мы Крупногабаритные Конструкции Делаем допустим В Самаре А на Байконур Доставляем Авиационным Способом Для этого Было сделано Мрия Ан-225 Самый крупный Самолет В мире То есть И эта проблема Была решена Понимаете А мы как бы Вот сейчас В России Вот мы просто Перечеркнули Весь советский Опыт Я считаю Здравый смысл И мы сейчас Стали заложниками То есть Мы сейчас Вот у нас Какая бы ракета Не была Легкого класса Среднего Тяжелого Сверхтяжелого Она все равно Будет собираться Вот из этих Блоков Или морковок Диаметром Там 4 с небольшими 4,2 Там 4,3 метра Все Понимаете То есть Нам нужна будет Большая ракета У нас значит Там будет 6 блоков Если у нас Сверхтяжелое То у нас Вот сейчас Вот этот наш Лунный проект Значит центральный Был блок И такого же Диаметра Вокруг него 6 остальных блоков Понимаете Вот такая Вот взять карандаши Да Вот пачку карандашей В руку Для фломастеров Зажать Вот это наша Будет ракета И она будет Соответственно Много деталей А много деталей Вероятность того Может что-то сломается Это с одной стороны С другой стороны Она просто не оптимальна Да Вы понимаете То есть Можно налить Допустим Взять вот ведро Да 20 литров Налить в него И вот это будет ведро А вы можете Ту же самый объем воды Разлить по стаканам А потом Вот возьмите просто Массу пустого ведра И массу пустых стаканов Вот в чем дело То есть Конечно стаканов будет больше Хотя объем Тот же самый Вот в ракете Примерно то же самое Я пытаюсь очень утрировать Но Вот Масса Сухая масса Ракеты Большого диаметра Десятиметровой Она будет Гораздо Меньше Чем Вот Этих Маленьких Узких Блоков Да Это значит Что это весовые потери Кстати Когда мы говорим О сверхтяжелой ракете Мы говорим О стартовой массе Заправленной ракеты Допустим Там 2-3 Тысячи тонн Соответственно Это чтобы поднять 100 тонн Да Чтобы поднять 100 тонн Поэтому получается Что чтобы поднять 100 тонн То для ракеты Допустим Диаметром 10 метров Да Там Нужно там Стартовая масса Допустим 2400 тонн А у нас соответственно Вот мы наберем Наберем вот эти блоки У нас это будет 3000 тонн То есть это издержки Это стоимость Это снижение надежности Это сложность сборки Надо же много-много-много-много-много Вот собрать И чтобы каждый стык Правильно отработал Последний предыдущий пуск Нам показал Как у нас это иногда бывает Дай бог Чтобы вот сегодня Да Все улетело Потому что сегодня Следующий пилотируемый пуск После той аварии Буквально сегодня Да Сегодня Вот 3 декабря Летит теперь канадец Тогда был американец Дай бог Чтобы у них там Все было хорошо Поэтому Как говорится Они же очень все суеверные Поэтому сейчас Никакого негатива Вот дай бог Чтобы они улетели Потом будем критиковать Не ну дай бог конечно Да 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 Потому что Ну сколько можно Вот Поэтому Вот мы идем По этому пути По лунному Сейчас совершенно неэффективно Да мы создаем Новый корабль федерации Да Тяжело Причем маска начал Мы начали раньше маска И до сих пор У нас Только В общем то Еще до металла толком не дошли У него уже летает Этот грузовик Его драгон В автоматическом режиме И вот на следующий год Уже запланированы Пилотируемые пуски Понимаете То есть когда мы говорили Что есть у маска Вот у маска есть сейчас Сверхтяжелая ракета Уже У маска есть уже Подождите Какая же она сверхтяжелая Если она 50 тонн везет А она попадает Она попадает Как бы вот этот вот В эту категорию Для того чтобы она Начала везти 150 тонн Что надо Но дело вот в чем Дело в том что 50 тонн Позволяет допустим Отправить в сторону Луны Пилотируемый корабль Да там допустим С тремя космонавтами И этот корабль Облетит Луну Или выйдет на ее орбиту Поворащается И опять вернется То есть без посадки На Луну 50 тонн уже хватит Именно поэтому Говорят о том Что скорее всего В окружностях Луны Первым может появиться Космический турист Да Который вот просто Будет их туда катать Вот Хотя мое точка зрения Что вот на поверхность Луны Это как раз Первый высадок Китайцы Потому что Все таки Ну это сложно Китайцы Они знаете Как большая черепаха Они идут медленно Но неуклонно Вот Ее уже ничем не отвернешь Никакой морковкой в сторону У них для этого Это серьезная будет Геополитическая такая заявка На мировое лидерство Это прям китайцы молодцы А так оно и есть Ведь они сейчас Вот если говорить Сравнивать допустим Россию Соединенные Штаты и Китай Вот три ведущих Мировых державы То Китай идет Наиболее поступательно Почему Потому что У них Есть такая Трехэтапная Программа Освоения Космоса Она Была принята Еще в 70-е годы И благодаря тому Что у них у руля Постоянно коммунистическая партия Не премьер нашей Единой России Она очень поступательная Очень целенаправленная Планомерная Все таки Плановая экономика По ряду показателей Сейчас в общем-то Плановая экономика Китая Вышла на первое место Обогнав Соединенные Штаты Колоссальные ресурсы Они колоссальным образом Подняли Свою науку Свои технологии То есть Они уже не копируют Они уже Идут впереди Вот У меня вот смартфон Это уже китайский И уже хороший Так вот Двадцать секунд До перерыва Осталось Двадцать секунд Так вот У них первый этап Это выход человека В космос Они реализовали Второй Это создание Многомодульной станции Они уже начнут Ее создать в следующем году А третий Это именно высадка на Луну И я уверен Что они это сделают Вопрос Раньше кого Раньше наверное всех Авиаэксперт Кандидат технических наук Вадим Лукашевич В студии Серебряного дождя Программа Мужские игры С Никитой Небылицким Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ Silver.ru Мужские игры Мужские игры Никита Небылицкий Дарья Гордеева Вадим Лукашевич Вадим Но тем не менее Даже если это будут Ну то есть будут ли это Китайцы мы посмотрим Но если это будут Не китайцы Будут американцы И явно не мы Потому что У меня вообще ощущение Что Ну вот Грубо говоря Были какие-то ученые Которые придумали Как стране жить Ну может быть И не очень удачно Но тем не менее Придумали Страна жила И развивалась В рамках этого А теперешние Которые пришли Они Так сказать Синдром Данилга Крюгера Сознание примитивное И они очень примитивно Все нарисовали Они правда наверное верят В то что Вот таким способом Что-то может получиться Оно не получается Они так удивляются Бедные Каждый раз Понимаете Вот что интересно Сейчас у нас в России С моей точки зрения Космонавтика потеряна Да В значительной степени Но не до конца У нас есть шанс Это не просто Единственный шанс Это последний шанс Это отчасти Пойти по пути Маска То есть Развязать руки Частной космонавтики В частности Компания СЕВН Которая сейчас Создает Свой проект Союз-7 Очень интересный проект И они Вот что интересно К ним перешел Ведущий Конструктор Наших Космических кораблей Брюханов СРКК энергии Который соответственно В энергии делал Вот эту вот федерацию Которую до сих пор Не доделали Да Вот он туда уже перешел Он до этого занимался Клипером Тоже перешел В СЕВН перешел Главный специалист Команды Оба переходят с командой Подчиненных Там кстати Из инженеров Конструкторов И так далее По Ракетам-носителям Поэтому Вот СЕВН Сейчас Создает свою систему Она очень интересная Если им это удастся Дай бог Они по экономическим Показателям Будут перебивать Макса Они смогут Маска Они смогут вернуть Себе в том числе Рынок пусковых услуг Но Дело даже не в этом Я вот что сейчас Хотел сказать Вот по специфике Лунной программы Да Вот Вопрос Когда мы говорим Там зачем она нужна Вот дело в том Что Если смотреть То есть мы привыкли Что вот Полеты на Луну На Марс Это некая романтика Это Это некое освоение Космоса Там Луна наша Марс наш На Марсе Будут яблони цвести Так вот На самом-то деле Сейчас Начинается А почему У нас возникла Эта лунная программа Да Вот Почему именно сейчас Не потому что Рогозин про нее вспомнил Да ничего подобного Просто сейчас Начинается Или уже Начинается Новая Лунная гонка Если Первая гонка Была Америка США И Советский Союз Американцы Выиграли Советского Союза Нет То вторая Лунная гонка Это США И Китай Вот надо сказать Совершенно четко Это США И Китай А мы Вот пытаемся Туда Вот два человека Уже вышли на ринг Уже каждый в своем углу Разминается Понимаете И тут вот значит Из зрителей Выходит человек Там Говорит Я тоже Вот наше участие В этом В этой лунной гонке При этом заметим Что Вот если смотреть Саму нашу концепцию Своения луны До 2040 года Она у нас сейчас есть Это концепция То Она достаточно рациональна Я не говорю Зачем она нужна Но она рациональна Почему Потому что Вот тоже интересный момент Мы говорим о том Что вот сейчас Вот допустим После международной космической станции Следующий этап Это будет международное струнничество И создание Окололунной космической станции То ли нас туда возьмут То ли нас туда не возьмут Там захотим Мы не захотим И так далее Вот Так вот по сути Наша лунная концепция Четко говорит о том Что окололунная станция Для нас Для России Приоритетом не является Не возьмут И бог с ним Наша задача Это высадка на луну Наша задача Это создание полигона Сейчас это называется полигон То есть не лунный город А полигон Вот Для освоения луны Но Это тоже очень важно понимать Что Скажу сразу Каких-то Каких-то таких вот Преференций Для нас с вами Для землян Мы с этого не получим Почему? Потому что Участие в лунной гонке Это решение В первую очередь Геополитических задач На земле Стратегической целью Лунных программ Мировых космических держав Является обеспечение Своих национальных интересов И самый главный стимул Который вот движет В частности Россия Это Постулат Что к середине 21 века Наличие лунной базы Может стать необходимым Компонентом Стратегического паритета Мировых держав То есть если мы хотим Чтобы вот следующие На следующей встрече Там Через 20 лет Там Двадцатки Наш президент не стоял С самого края На этой фотографии Позорной А где-то там Поближе к центру То у нас должна быть Лунная база То есть освоение Луны Выскочить на Луну Это как раз таки Не какие-то Практические научные задачи Нет таких задач Которые бы Оправдывали Такие колоссальные Отраты Это именно Получение Или сохранение Статуса Здесь Компоненты Сверхдержав Да То есть вот Если сейчас Допустим Сверхдержава Это наличие Стратегического Ядерного оружия Средств доставки И пилотируемой космонавтики То есть вот таких Три момента А то что у тебя Там 20 миллионов бедных Ну Это плевать Вадим Лукашевич В студии Серебряного дождя До конца этого часа Мужские игры С Никитой Небулицким Мужские игры Никитой Небулицкий Дарья Гордиев Вадим Лукашевич Да Вы совершенно правы Насчет того Что это маркер Сверхдержавы Никита Я еще хочу сказать У нас мало времени Я хочу сказать Очень интересный момент Да То есть вот Суть нашей концепции На сегодняшний день То есть мы То есть пока все строят Там эту окололунную станцию Международно Сотрудничают там Наша задача Опередить всех И автоматами Исследовать Наиболее интересные Приполярные Районы Луны Где возможно Нахождение Водяного льда Под реголитом И главное Закрепление За Россией Наиболее привлекательных Районов Для строительства Лунной базы То есть вот здесь Есть некое противоречие Как я вижу С договором о космосе 68 года Где территория Поверхности Недра Всех небесных тел Является Общечеловеческим Достоянием И здесь ситуация Работает такая Кто первый пришел Как бы вот тут Там и сел Да Но для того чтобы Мы же не просто хотим Построить некий дом Да Нам нужен какой-то район Поэтому мы уже говорим Не о создании поселения Мы говорим о создании полигона Вот Поэтому вот Гонка сейчас Почему она такая возникла Потому что Луна Какое-то время была Ну очень такая Неблагоприятная Среда для обитания А сейчас выяснилось Что там Есть приполярных районах Где вообще никогда В каких-то Кратерах На дне Никогда туда не попадает Солнце Что за миллион лет Туда нападали Метеориты И кометы И там есть вода Которая В ледяном виде Под Верхним грунтом Она сохранилась То есть там есть вода И она оценивается Там десятки тысяч тонн Вода Это прекрасно Потому что вода Это кислород Это можно пить Это же системы Жизнеобеспечения Да Разлагаешь воду Получаешь кислород Для дыхания Водород Там для топливных элементов То есть сразу упрощается Логистика Когда мы говорим о том Что там есть некие Местные ресурсы Которые можно использовать То есть создание Лунной базы Или поселения Становится сразу Более дешевым Более простым А таких районов Очень мало У нас просто 50 секунд осталось И вот все туда рванули Вот это стимул Для создания лунной гонки Ну опять же Вопрос Возможно ли нам Туда успеть Потому что С такими темпами Как мы куда-то рвем К тому моменту Как мы туда Долетим Там уже по-моему Все обратно будут возвращаться Я считаю Что конечно Вот сейчас Послать какие-то аппараты Там Луна 25 26 и так далее Это мы в состоянии Да Хотя у нас еще Ни один аппарат Не улетел За околоземную орбиту Вообще в России Да Потому что были попытки Марс 96 Там и Фобос Грунт Все это печально закончилось Но это мы сможем Эй минуточку Мы запускали пенетраторы Вместе с Серебряный дождь Тоже Знаете Вот эти пенетраторы Это Марс 96 Да Но застолбить поверхности Могут только высадка человека А нам далеко до этого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok